Так вот, я работала с этим парнем. Ну, так ему было, наверное, лет 29, может быть, 30. Очень хороший. И когда мы с ним вместе работали по уборке, там же в этом, в АКОКО, в этой школе, где мы учились, какие-то практические занятия сдавать, мы ходили на третий этаж, и там убирали, и туалеты убирали, и классы убирали, и делали, вахали полы. Ну, в общем, всё это под присмотром учительницы нашей этой мэрии. И потом мы писали отчёты. Ну, естественно, я не могла это самое. Поэтому отчёт нужен был один на двоих. Поэтому мы как с ним решили? Он диктует, я пишу. И у нас всегда были хорошие оценки по этим. Ну, я вам скажу, у всех были хорошие. Единственное, у нас была Амина. Амина, она сомалейка. Вот я не сказала, Амина была сомалейка. Она, ей было, наверное, тоже лет 27, на то время... Нет, лет 25. Потому что она так спешила получить финское гражданство. У неё уже и с Кенуи был жених. А ей надо было гражданство, чтобы поехать его забрать, вот, сюда привезти и выйти замуж. Вот. Или там она с ним... Нет, наверное, тут она с ним всё-таки расписывалась. Такие она потом его привезла. Я её... Когда вот Юра мой болел, мы ходили в поликлинику, она была с детьми, у неё уже пятеро детей. Она вышла за него замуж, привезла его. Он также выучился. Он работает водителем автобуса. А она после этих курсов работала в доме престарелых, убирала. А потом ещё, так как она молодая, она ещё пошла на курсы ляхихойтой. Это как помощник, ну, помощник медсестры, санитарка по-нашему. И удачно работает. Ну, в то время была с пятым ребёнком в декрете. Ну вот. Значит, этот парень, с которым я в паре работала, он мне под диктовку я писала, он рассказывал и всё. И так вот мы и продолжались наши курсы. И вот, наверное, проучившись год, мэрия стала болеть, болеть, болеть. Стала как-то реже посещать занятия. Заменяли нас. Ну вот. Неплохие преподаватели нам дали преподавательницу. Одна как бы временно была с этой же школы. А потом получилось как... Ну, мэрия была на больничном, а потом сообщили, что она умерла. Короче, у неё оторвался тромб. Ей 50 не было. Ей в июне должно было быть 50, а это было, наверное, ну, в конце мая. И вот мы как-то, наверное, месяц вот так вот были с разными преподавателями. А потом нам дали преподаватель Хелена. Она женщина, такая, знаете, кова-найнынг. Это по-фински, а по-русски сказать, ну, крепкая женщина, железная леди. У неё... Она кандидат наук каких-то. Вот я не знаю. Потому что мэрия наша, она ведь раньше только в Тюксе работала небольшим начальником на группе. Вот. А потом дополнительно училась в Тампере и вот это вот стало преподавать в этой школе уборку. А это нет. Это закончила университет. Я не знаю, какой... Ну, она рассказывала, я уже просто не помню. Вот. Но она тоже, она такая была, знаете, она любила, чтобы все хорошо слушали, никогда не разговаривали. Если что-то непонятно, спросить. Она всегда расскажет, она всегда поможет. Вот. И даже когда какие-то были тесты, вот, например, у меня она спрашивала, тебе как лучше, когда ты рассказываешь или когда ты наглядно, визуально показываешь? Я говорю, мне лучше так. Потому что я то, что я увидела, я лучше запомнила. Вот почему у меня и мэрия-то-то говорила, что я хорошо работаю. Мне стоило раз показать, как, например, мыть моющим пылесосом там диваны или ковры, или как стирать, или как гладить, или как вот на вот этой машине работать, которая полы моет большая. Вот. Что мне достаточно раз увидеть, и я запомнила. А то, что вот на доске написали на финском языке, вот, мне этого недостаточно. У меня лучше память, я не на слух воспринимаю, а именно на зрительную память. Вот. Ну, так вот курсы продолжались. Кроме этого, у нас еще был преподаватель финского языка, очень хороший мужчина. Вот. Когда у нас был финский, мы ходили только я, Нина, Нина, и самолика Амина. Вот. Фины не ходили. У них был свободный день. Вот. Мы, да, мы ходили, мы учили финский, ну, в основном на компьютерах, слушали в наушниках, отвечали. Вот. Он часто нас оставлял, давал задания, говорит, я уйду, у меня два часа не будет, работайте сами. Ну, то есть, никакого такого контроля, как в школе, вот, ты должен, нет. Все прекрасно понимали, что взрослые люди, многие даже не знали, что такое компьютер, как с ним работать. Вот. Поэтому я так компьютер учила еще на, на вторых курсах, когда мы с Юрой в Райсио, был учебный центр Тимоли, мы там учились, и вот, я так и не сдала на, называется, Аякорти, ну, документ, который дается тебе после изучения, я не стала сдавать. А Юра сдал, он все хорошо знал, как, как, что, какие программы, все, как это делать. Но он мне помогал, поэтому я считала, что мне это не надо. Вот. И был еще у нас социальный работник. Если, предположим, какие-то у вас проблемы, вы всегда можете пойти к социальному работнику, вот, и вам социальный работник все расскажет и все покажет. Вот. Вот так вот, вот это мой ответ, почему я пошла именно на эти курсы. Потому что на другие курсы меня не приглашали. Не приглашали меня. Вот как я пошла первый раз с Ниной на курсы уборщицы. И потом по этой профессии меня так и приглашали. И я вот закончила вот эти курсы Light Ascholta двугодичные. Это называется Amaticulu. То есть это не курсы, это училище, это профессия, так скажем, профессия, которая подразумевает учебу двугодичную с практикой. Вот это как бы я уже дипломированный специалист. Это не только уборка, это еще и готовка еды для больных, потому что, ну, в больнице мы не готовили еду, мы делали только бутыброды, чай, кофе. А если, например, вы работаете, вот как моя приятельница в благотворительной организации, и она так жила, это с холода, и вы едете домой к своему клиенту, и он захотел гороховый суп, вот, то вы ему обязаны его приготовить, или кашу, например, овсянку вы ему будете делать. И точно так же, точно так же в детских садах, вот когда у нас по три месяца была работа и учеба, я работала, я и Нина, мы, а, и Амина, мы работали в доме престарелых. Мы с Ниной в одном доме престарелых, а Амина в другом. А другая Нина, она работала в детском саду. Так вот, в детском саду надо было на завтрак сварить кашу на всех детей, надо было сделать чай, надо было сделать молоко, ну, разлить по стаканам, я имею в виду, надо было почистить фрукты, потому что фрукты очищались, и бананы почистить, порезать пополам, апельсины почистить, порезать, яблоки почистить, порезать, вот это вот все, сделать бутерброды, потому что получали вот этот хлеб, Ну, вот эти вот, знаете, хлеб нарезанный, и было у них масло, сыр, колбаса, и надо смотреть строго по списку, потому что очень детей много мусульманов, которые не едят свинину, значит, им вместо колбаски, вместо ветчины вы должны положить сыр, вот. И также точно каждый йогурт посмотреть, нет ли там загустителя из свиных костей вот этого желатина, вот, чтобы не было неприятностей. Для них отдельно получали еду, вот, еда вся была привозная. Поэтому вот эти вот курсы, они и были два года, и назывались они Лайтос Холтая. Ну, и вот, когда вот эти курсы у меня закончились, закончились они у меня в ноябре месяце, в конце ноября месяца, как бы, как тоже сейчас я помню, закончились они в пятницу, в субботу, воскресенье я побыла дома, а в понедельник я пошла в Тюкс. Почему в Тюкс? Я вам расскажу. Потому что, когда ещё была жива мэрия наша, учительница, так как она в Тюксе работала, в Усайроле, она рассказывала нам и водила на экскурсию. И нам очень это нравилась, такая работа, и многие хотели пойти туда на работу. Хотя пошла только я, потом Нина позже одна пришла, вот, ну, это я по ходу дела расскажу. И вот я в понедельник пришла. Тогда это был 2007 год. Тогда не надо было на компьютере делать своё резюме и рассылать по организациям. Достаточно было приходить, показывать свой документ и говорить, что мне нужна работа. Вот так я пришла в Тюкс, вот, спросила, где находится начальник по Лайтос Холтых. Мне сказали, я пошла, хорошая была женщина, она финка шведского происхождения, или шведка финского происхождения, ну, вот так вот. Вот. Не буду говорить, как её фамилия, она давно уже на пенсии. Вот. И она тут же позвонила одной из групп, скажем, мастеру, и сказала, сейчас к тебе подойдёт женщина, вот, переговори с ней. Я пошла, вот, переговорила, очень хорошая была, очень хорошая была начальница, к сожалению, её тоже нет. Она тоже ушла от онкологии. Вот, в скорости, как я, наверное, год проработала, и всё. Вот. И она мне сказала, хорошо, хорошо, я буду иметь в виду тебя. Вот. Я оттуда вышла в недоумении, я могла чего-то недопонять, вот, и я решила, ну, не буду я останавливаться на Тюксе, поеду я ещё в городскую больницу. Я поехала в городскую больницу, и тут же также в городской больнице я побеседовала, также показала документы, и мне сказали, хорошо, ожидайте. Вот. И буквально на второй день, на второй день, мне позвонила эта моя непосредственная начальница, ну, это называлось Найстен клиника, женская клиника, вот, и сказала, выходи на работу во вторую смену с 11, у них работа в Найстен клиника с 11 до 7, выходи. И я вышла на работу, всё. Мы за, на три месяца заключили договор, и так эти по три месяца у меня договора продлялись до того времени, пока я не получила постоянку. Через, где-то через год и три месяца вот так я уже получила постоянку. Вот. И вот я работаю. Я работаю, проходит, наверное, дня три или четыре, и мне звонят с городской больницы и говорят, «Ты можешь завтра выйти на отделение?» Я говорю, спасибо большое, что вы позвонили, но я уже работаю в ТЮКСИ. Ну, они извинились, и на этом дело всё закончилось. И вот так вот с тех пор, по-моему, это было 27 ноября, что я вышла на работу 2007 года, и вот до 2017 года, до сентября я проработала в ТЮКСИ. Работа мне моя.